Кирилл А. Зерный Светлое кладбище Мне вчера сказалось, и я оброс уже без всякой необходимости лицом и лишними двумя руками, что все, но ничего, и что нам дозволено работать без всякой надобности и надежды. И не менее тем, я договаривал за говорящим, как если бы доедал за ним обед беседы, мы можем работать и дальше, как входная лампа в коридоре, мое конфиденциальное сравнение. И действительно, сапоги, подумал тогда, и теперь думаю, впрочем, кофейня. И пока я здесь, мне не несут чая. И я говорю так, как если бы взял черный, как маска свет у холодного гладкого стола, за которым сижу, и сказал бы, что подобное вполне сносно отражает мое забытое лицо, но не отразит глаз, если за них всерьез возьмется опытный ювелир, знаменитый вещами, равных которым я никогда не видел. Еще, возможно, бывает змея-медянка, зримая в траве, но разве смотришь ей вслед, когда висит в голове небо, и сапоги по размеру друг к другу, и свет заимствован из коридорного окна, где я стою и понимаю, что ничто не забыто, а когда не было известно, а это я еще даже не выходил из комнаты. Б. Всегда рядом, как родинка назначения, орден за заслуги перед орденами, теми, что предшествуют и идут вслед тому выбранному, который и есть одиночество. Соседней дорогой я шел сегодня домой, чтобы не поймать себя на привычности и не войти с собой в столкновение в тех местах, где особенно темно, и не разглядеть дорожных знаков отличия. Я видел свежую краску на новых скамейках и даже двух или трех людей, взаимных незнакомцев, но от меня равно удалены так же, как если бы были супругами. Я в очередной раз подумал о том, как чуждость сочетается чуждостью, как все это ни на шаг, не приближает меня ни к тому, ни к другому. И еще о старости, главном источнике новизны для меня в последние годы. Если я протягиваю руку к пальто и теряюсь, как у Леонтьева, в поисках шапки, то, кто, кроме зеркала, скажет мне о том, что она на мне, и оно тоже, и так же пахнет бемолью, как прошлый год, от которого осталось, как заколка, звук трубы. И я выхожу всегда посередине представления до того, как взойдет орган, и все будет забыто. Так хорош вечер, когда ты медлишь в прихожей перед тем, как выйти на свежую приветливую улицу, и все уже в ней, как искомое заключено, и ты одет по погоде случая. Но что тогда взлом? Хозяйский жест медвежатника, знающего чужое дело, и то, что бежать придется через окно, о котором лишь то известно, что возле него цветок, что по правде настолько же характерно для квартиры, насколько характерна для знака. Мертвенная его бледность, которая трижды возвращается в дом мочи, отчего дома все слуги и родители решают поставить ребром вопрос о бледности гостя. И я ухожу. И что тогда побег? Я слышу этот поворот булавки, и максимальное ожидание поднимается во мне в волной готовности. Однако это заходит Нелли спросить, скоро ли я присоединюсь к ней и вам обоим, которых я тогда знал, немногим хуже, чем сейчас. Я ответил ей тогда, что научен опытом печали. И что, тем не менее, присоединюсь к вам. Это звучало тогда почти так же, как сейчас, и только в зеркале не отражается бытие прошлого, что сразу и отражает его зеркальность и разводит ее в тумане будущего, таком же подозреваемом, как подающий тебе бокал, на дне которого осадок и все, что над, только его предтеча. И ты берешь прибор, чтобы размешать. Что такое, на самом деле, побег из родного дома? Как ни отказ претерпевать все его переменные точки? Может быть, дальнее завтра прикипит с нежностью и не отодрать, как если бы та, как эта, была морщиной. Но успеть отказать в соприродности, отказаться самому, сказать, что не было. Вот задача задач, себя разоблачить в равнодушии, как если бы было что-то иное, чем можно было бы вполне увлечься. Но и там найдет тебя то, непризнанное, что даже не ищет тебя, но тобой находится. С тех пор незапамятных, только внутрь себя растет речь, как растут мертвые и само забвение. Вы уже говорили в том смысле, что я помню. Вы говорили о том, как вошли в квартиру и спросили себя, что было в вами забыто. И ничего мне не ответили. Хотя это был мой вопрос. Мой. Ставьте мне хотя бы вопросы. Список он их прилагается к ученической повседневности. И обращенный ко мне затылком предполагает молчание и спасение в считанной сороке секунды, держащие во рту часы с уверенностью маркера. Или запросто вертикальный час дня, затопленный апрель со старухой верхушкой птиц. Я задался вопросом, и он приписывает меня теперь к любой поверхности дневных ухищрений. Бывает же в день, возошедший над мертвыми. Наблюдение обещает участие. Но не сегодня, а вечером, когда казнимые прогорят, и зола разовьется. Макс. Зачем вам тогда вопрос, если вы довольствуетесь этими риторическими пожизненными заключениями? В некоторых странах приговоренным к пожизненному дается бессмертие. Я прав, когда сомневаюсь в вашей способности поставить вопрос ровно. Я говорил о том, что ничего не было мной забыто в момент отправления из дома, тогда давно, из чего бы мне, впрочем, помнить те неотличимые дни счастья, слипшиеся мимоходом, мимоходом же прекращенного, перекрашенного в цвета в цветов. Ошибкой ли будет ждать чего-то еще? Дополнительного света, скажем, коридорной лампы, полуоставленной в покоях дня или иной мысли, растворившей окно не за светом, но за птицей, в перевалку перешагивающей окно и минующей мысль. Как удается ей это минование? В такой стройности, какая дается только отдалением, только медленным сворачиванием деталей, странствием в поисках лица? Вы или не говорили мне, что не отличите вороны от сороки? Что отдаленная разница, точнее приблизительной, врезающейся в упор? Это уже не вопрос, потому как, что делать с бардаком, когда приходится держать в голове расположение предметов? Было ли когда-нибудь так, чтобы они все стояли на их местах? Их перестановка бесследна, а карта рисует какие-то иные края. Ее пути находят на морщины состаренного в редакторе человека, красивого, как никогда. Вообще мало что на свете есть подобного никогда. В нее переименовывается все, чему не достается, и она остается так или иначе. Следующей модой восприятия, что она чувствует, лишенная лохмотьев лиственниц, про которые вы тоже говорили, как они пронзительно обнажены в вашем воображении, как никогда, как сейчас. В этом сочетании звуков уже самом звучит чай. Правда, речь о другом, а именно, о его прозрачных листьях, как если бы было при этом не то и не о том, а по ту сторону шла речь, но ниоткуда больше, кроме как сквозь эти пойманные руки, протянутые земле. Такая себе печать, печати, обозначение брака. Я узнаю это, но ударения молчат, как если бы медленно красили белой краской твое горизонтальное лешбище бога. Шов ровный, корабль потонул, как утюг, говорят. Гладкая ведь поверхность моря, и только труднее всего создать из ничего простоту, освободить ее от тяжести кажущегося и сказавшегося на том, что в ней нее действительно и множится, удаляясь от нее в стремлении ее достигнуть. Вот возмущение этой сложностью и тяжестью приподнимает меня над небом. Просто слегка ослабело ни горизонта, ничего. А вот я уже стыжусь этого возмущения, и меня переполняет жалость к этой сложности, как бывает в часы перелета, когда оставил землю, и она в памяти так разнообразна, что чудом помещается в горсти. Один тогда способ вернуть себе окружившее небо. Злость на то, что успела просочиться сквозь твои пальцы еще до того, как ты оставил все, к чему имеешь отношение. Как и кому все это сказать? И о чем? О том, что уже не знаешь, к кому из двоих обратиться за прощением? За простотой или за сложностью? Сложность воровство, но простота хуже. Недавно откопал в пейзаже сороку, прилагающую к воронке гнезда чей-то опавший орден, и мое зрение попало само в сто ловушек осени, пряным медведем, вломившимся в сто ее домов. Таким и выглядит монотонный пряник, высушенный мной на кафедральных кухнях, фамильярных поверхностях автоматов, предложенных развернутым затылком. Я помню, как вы однажды во время лекции вылезли прямо в окно. Это воспоминание должно подтвердить мое присутствие на ваших лекциях. Хотя бы одно из них. Ваша речь всеми неотчетливо выделялась на фоне ничем не перебиваемого города, который есть, звук за которым. И все начали доставать пособия за пособием, и только я знал, что вы идете домой. Только мне было известно, что на журнальном столе у вас выпуклая пепельница, лишенная завершительных черт. Ни одно подобие не помогло им на вашем экзамене. И мне тоже не помогает ваше со мной знакомство. Это всегда недостаточно, чтобы я смог ответить. Но, может быть, кому-то другому я смог бы ответить о вас. Кто бы вас спросил, извините. Кому я могу быть интересен? Дело не во мне, и не в вас, и не в Артуре, и не в Нелле. Архив исчерпан. Но, может быть, в том, кто задает вопросительную интонацию всему, что оказалось нам утвержденным. Это внутри него помещен огонь вопроса, сжигающий все, что попадает в него. Ощущает ли он тщетность горения? Не думаю. Ведь не в вопросе дело, а в нем, в его угольной рамке, его ограненном достоинстве, широте его взглядов. Теперь я могу сказать, почему я ушел тогда с концерта. Орган напомнил мне о камине, и во весь рост выросшее сравнение показало мне в свернутом виде все, что меня когда-то касалось, и чего я уже не коснусь. Выглядело это так, будто по плечу меня потрепал человек, знакомством которого я бы пренебрег, хотя на самом деле с тем человеком у меня сносны отношения взаимного безразличия. В университете нас многие даже путают. И он, я уверен, потрепал меня потому лишь, что был уверен в тяжалеющей гуще разносторонних зевак. Я узнал его. С этим засвеченным фантиком уже ничего не сделать. Он не желает сгорать в уголках собственного блеска. И его остается только растянуть до той самой бесконечности, про которую говорят, что она во мгновение, в единичном сокрытии глаз. И если оставить их полуоткрытыми, как дверь в спальню или прихожую, то она может уйти туда или оттуда. Мне казалось в детстве, что взрослые гости с особенной тщательностью берегут меня по ту сторону полуоткрытой двери в самих складках одежды, обозначающих перебиваемую тень, отчего она никогда не может произнести свои выученные фразы, что ничего не меняет в конечном счете, ибо фраза придумана не ею, но все ставит на его места, на том оно и держится, на недосказанности. Верите или нет, но нам с вами в детстве мешало и помогало спать одна и та же луна, но стоит сцене усложниться, как мы выясним, что равная степень пугала и успокаивала нас во время своего шевеления во сне. Стоит придраться к треснувшему, как яичная скорлупа, потолку и выяснится, что и этого мало, и надо бы на предполагать длительное пособие, которое лишь поутру оказывается завершимо. Все хитрость лишь в том, чтобы чуточку перебороть в бодрствовании сказочника. Только это оказывается невозможно. Стоит, подобно сомкнутым в молитве, дверям раздаться с опенью, как в ход вступают окружные образы предметов, изобречающие речь сказочника в подлинности. С раннего детства я выучил неразличимость птиц. Не подняться этому авианосцу ни на какую высоту, как некогда поезду не удавалось доехать до следующей идентичной станции, потому что все забегали и забегали в него провожатые. С каждым провожатым пассажиров становилось все больше. И только я видел надо всем этим небо в отсутствие окна, и оно являло мне нечто иное, подобное примерности платья, удвоенного в примерочной до подходящей единичному случаю формы. Как она узнавала, что платье ей не подходит? Не иначе, как женская интуиция. Она выходила из примерочной, смеясь и глядя на меня, как бы в новом платье не узнавая, что со мной успело произойти за пять-пятнадцать минут в открытом мире, пока она исчезала и возрождалась в примерочной. Вы настаиваете на этом слове «примерочная». Она для меня ассоциируется со светлеющим уравнением, неспособным до конца утвердиться в своей дифференциальности. Где причина, ставшая зеркалом? Не удивляйтесь тому, что оно выпало вне вашей примерочной. Я предупредил вас о ненадежности, о неточности, приведенного вами. Между тем у вас на галстуке галстук. Между галстуками? Все кажется ведь, что между ними нагота, обнародованная для расстрела. Только фамильярности в этом представлении, что у человека есть сердце, которое можно остановить, но оно всегда подтверждается. Одно спасает от чего, мне кажется, что пуля и голова все же являются решениями разных проблем, а не одной и той же. Тем не менее, проблемы эти пересекаются. А впрочем, не является ли нам зрение предупреждающей ловкостью, застывшей на высоте памяти, забывшим о предупреждении. Но его ведь оно касается, выпавшим из головы. Темнеет, видите? Впрочем, я прочитал где-то, что ночь – это только смена дневного света ночным. Не уверен, правда, а может быть, я просто не сумел в темноте разглядеть точный смысл фразы. Это прилагается и к слову о наготе, которая в эротическом смысле ночь. А вовсе не та снежная белизна, которой обита плоть, приговоренного к обморожению. Как внутри этого зарождается отрицание белизны белизной. Как синева рук отвлекается от небесной синевы. Это тема для отдельного отдела, занимающегося вопросом фотографической выдержки и памяти. Или, если человек полностью сливается с фетишем, который один и выживает в морозах, когда сигнальные отношения между кораблем и уснувшим городом веселят маячного смотрителя, возникает спотыкание, взгляда, но не танка, профилем бороздящего свернутое в конверт время. Все годы, пока идет письмо, сжатое в нем на манер сломкнутых рук, но в глазок не видно, два ли это человека или один изображает замочек, нам предоставляя скважину. Значит ли это, что мы второй, что кто-то еще со мною в камере занимает время и место тем, чтобы продолжать молчать, не выдавая подробностей в своей частной жизни? Если бы вы знали, какое в той осени было молчание, как мне передать его без того, чтобы не впасть в иное, в молчании, например, зимы, когда снег подает хриплый голос, как бы чудак на томном собрании, отметивший некую сугубую частность, неуместную в этом молчаливом томлении. Даже когда специальные люди задернули от пущего солнца шторы и вышли за двери смеяться. Только источник меркнет, свет остается светом, может быть, замеченное и дельное, но относится к тем другим, не нуждающимся в замечании. Достойный ли я тогда выглядел лишенный голоса, когда проснулся, осознав, что рядом кто-то еще неподдельный, как сама смерть, сон, пробудивший меня в согласованное пространство, навсегда утратившее свойство быть моим. Но еще стояла, в глубине стола полупрозрачная ложка, полупроглоченная стаканом, и уже остывал чай, и я все не мог вспомнить всего того, что теперь само стало моей памятью сказанных накануне слов, в которых не было и тени прощания. И только перед лицом прошлого, открытым мне, как лицо самой смерти, я могу зачитать этот список примет, скользящая вдоль шелка, неостановимая коряга, выглянувшая со дна без всякой связи с теми деталями, которые ненарочно сокрыты от глаз. Короткий список примет, по которым узнается спина уходящего человека, чьего лица как будто и не помнишь. Связанные любовью слова стали для меня жестами паломничества. К подобным камням приходят за советами люди – жена, сын, турист. Душе полагается перебирать их в лучезарном рту, приятный аналог сизифовых поток, и перепоручить их произнесение чему-то, предназначенному услышать, что всегда довольствуется этой положке, спаиваемой блажью. Как все это сказать таким образом, чтобы не ранить человеческих чувств, принадлежащих к тому же тому, кто утратил все остальное, и для кого нет возможности сбыть их в траченном магазине примет? Все это похоже на те тщетные старания, которые прикладываются к избавлению от краденого. Не отсюда ли и стыд, пришедший вместе с ночными следами, нет ощущения ли того, что взято чужое, и даже пришедший вместе с ночными следами, нет ощущения ли того, что взято чужое, с которым срабатывает умысел другой, заключающий нас в свой круг несоответствия, запирающий нас снаружи, тем самым лишь с пущей уверенностью определяя до того бывшее наше положение. С другой же стороны, что нам еще дается в жизни, кроме чужого? Я думаю о ней, проснувшейся с полуденной гладкостью. По ней она, если скользнет очень скоро, в шумное небытие. И о том, из каких областей знания ко мне пришло чувство старинного, как отцовская ладанка, знакомства с этой, уже той женщиной. И в чем его разница от простого воспоминания о знакомстве, не требующего той тяжести, той слабости, которая тянула меня к ней, как к земле, проще всего было бы указать на место и время, где впервые произошло совмещение ее черт, позднее лишь все более уточнявшихся в том роковом значении, какое осуществляется в случае полностью состоявшейся влюбленности. Это чувство, с которым она брала на колени тяжелую книгу со слепыми словами и передавала мне без всякой надежды на то, чтобы сохранилась целостность жеста. Субтитры создавал DimaTorzok